Пробка. Франция. Переехали границу с Испанией. Вот это уже больше часа я еду. Больше часа. Жестко тут, смотрите, еще с других полос присоединяются. Тут такой дурдом творится, вообще как-то ясно. Вот с отпуска, видите, видно этого, серфом занимались, где-то дома на колесах там и едут. И я думаю, что это возвращаются французы после отпусков уже домой. Кот прикольный спит, да? Короче, в трех словах. Стоим сутки, работников нет. С 8 утра простояли за территорией. В 19.00 запустили внутрь, где нас оставили ночевать до утра, но сказали, что загрузят в 6 утра. Сейчас 8.17, машина не загружена. Нам никто ничего не говорит. В нашем понимании, реально, контора не фирма. Всем плевать, когда мы уедем. Никому не рекомендую сюда ехать. Все правда? Подтверждаешь? Ну, вот, подтверждаюсь. Отправляю. Хороший отзыв. Единичку им поставим. Отправить. Козлы, блин. Вы попали, так попали. На сутки. Мы в это время должны были быть уже в Испании у клиента. Мы с Германией сейчас будем уезжать. Наконец-то они загрузили. Сейчас я вам покажу, чем. Все, распорки поставили. Сейчас поедем. Вот так вот, друзья. Сутки, сутки ждали. А должны были вчера уехать вечером. Мы бы сейчас в Испании были у клиента. Мы рассчитывали. Вот так вот, ребят. Сейчас полторы тысячи километров поедем. Вообще не останавливаюсь. Тем более клиент заявил, если мы будем останавливаться, то только там, где видеокамеры. Чтобы ничего не украли. Так что остановок не будет. Вперед. Всем привет, друзья мои. Я нахожусь в Германии. Город Кемпинг. Пойдемте погуляем по этому городку старому. Зайдем в замок. Обязательно мы его найдем. Я его ищу. Надеюсь, что найду. И вообще просто посмотрим, как живут немцы. А немцы живут хорошо. Это точно. Немцы живут прекрасно. Ну, пойдемте сейчас что-то интересное найдем тут. Подснимем. А я почему-то все думал, что где-нибудь в Португалии или там еще где-то в России. Вот такие вот на улочках еще остались магазинчики. Да нифига, смотрите. Так же, как и везде. В той же Португалии все то же самое. Продают по скидочкам. Одна маечка 16 евро. Детская маленькая. Ничего себе, скидки тут. Хороший. Так, у нас загрузка на Голландию завтра. Так что, можно погулять. Кстати, очень интересно. Этот городок находится прямо рядом с Голландией. Здесь едешь и архитектура именно голландская очень распространена. Вот эти вот кирпичные домики. Вот это все остальное. Очень сильно. Очень похоже на Голландию. Вот замок или что-то такое там. Пойдемте посмотрим. Нам, облакам, как морякам, ветер необходим. День, ночь здесь, там. На месте мы не сидим, но мне даже во сне на ветер плевать. Сегодня я опять... Смотрите, красиво. Смотрите, если бы не листики, но было бы супер чисто. Ну и так прекрасно все вообще. Видно, что за этим смотрят. И тихо так вообще можно сесть. Ой, смотрите, для детей сделали эту песочницу. Я не буду уж подходить, я не знаю. Местные законы сидят в огромной песочнице и играют дети. Это у нас что? Это у нас святые. Везде их найду. Ну, старые могилы, кстати. Склепки там. Что это такое? Такое ощущение, что это вообще дом. Это двор этого дома. Мне нравится здесь неплохо. Так, идем дальше. Куда иду, понятия не имею. Главное, чтобы не заблудиться и машину найти потом. Ну и вот пришли, эта достопримечательность. Кемпинский замок. Что это за замок? Пойдемте посмотрим. Я там... Посмотрел, мне вышло сообщение, что если вы придете, возможно, он будет закрыть. Но я в любом случае туда внутрь не пошел бы. Это очень долго. У меня не так прям много времени. Но если есть возможность здесь по территории походить, посмотреть, почему нет. Весь из красного кирпича. Такой немецкий чисто. Вот вон, дверь закрыта. Она туда нельзя будет пройти. Ну, вот так вот снаружи хоть посмотреть, поснимать. Там люди на улице с той стороны сидят. Вот здесь, наверное, вход. О, слушай. 1396 года. Начало. Город старый. Вот там уже люди живут с другой стороны. Пойдемте, обойдем, посмотрим. Что-то как. И я хочу сходить в Lidl. Самое интересное, знаете... Я вот, считайте, в Португалии живу, да? Там, где там, в Лумынии. В Голландии заходил в Lidl. Я хочу в немецкий. Потому что цены практически такие же с точности. Я сейчас ехал в Германии. Евро 59 был... Была горючка. Дизель. У нас самое дешевое. Я видел евро 49 в Португалии. Но вы вообще прикиньте цены на... Ну, вообще зарплаты какие здесь и там у нас. Это вообще две разные вещи. Я не знаю. У меня в голове не складывается, почему так происходит. И хочу просто посравнить цены. Но цены практически такие же с точности. Вон зарос как. Круто. Ладно, смотреть, как говорит, за нечего. Все самое интересное внутри, 100%. И если была возможность внутрь зайти, то я бы зашел. Ну, если бы, конечно, было время. Сейчас нет такой возможности. У нас сейчас время часов 8, наверное. Полвосьмого. Потом у нас выгрузка. Второй разгрузка в 3 часа ночи будет. А потом загрузка будет уже в Голландии. Нам в Голландию надо успеть за помидорами. Вот. Все открыто. Может зайти. Надеюсь, не выгонят. Ну, такое, знаете, ощущение заброшенности есть. Стоит, наверное, на балансе. Но недостаточно она финансируется. Окошко старое еще оставили. Если бы это Португалия была, я бы, наверное, сказал Мануэлину. Это стиль Мануэлина. Ну, тут совсем другая страна и совсем другой стиль. Так, вперед. Ну, я походил, немножко погулял по городку. Все очень понравилось. Прикольный город. Здоровский. Он вроде бы такой не сильно центровой, но и не деревня-деревня. Знаете, такой городишко такой, знаете. Такой городишко, где, в принципе, все есть и больше-то ей ничего не надо. Кажется, дождь начинается. Сходил я в Лиду. Скупился. Офигел о цен. Цены еще дешевле, даже, чем в Португалии. Допустим, те же консервы. Ну, на 50% дешевле. Вообще дороже ничего нет. Если какая-то колбаса какая-то, не такая. Вот, знаете, они все равно новые какие-то все время. У нас поступают в продажу, которые я не знаю. Но, по сути, все, 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 все продукты дешевле. Либо цены такие же. Вот такие дела, друзья мои. Вот он и дешевый в Португалии. Чего дешевого вообще не вижу. Мне пришло о штурмовом предупреждении. Мне еще идти до машины 1,1 километр, 16 минут. Ну, в общем, я иду. Ну, блин, промокнуть его вообще, как не улыбается. Представляете? Это же не дома. Я пошел, посушился. Хотя и есть, конечно же, вещи на сменку. Но желательно. До такого дела не давать. Ну, на этом пока. Все. Выбор в Германии радует. Консервы. Какие хочешь. Вроде живу в Португалии. Я ничего подобного. Близко даже. Вот близко. Нет. В ассортименте. Причем, это такой магазин какой-то. Кнаус или Клаус. Я вас не помню. Сейчас название оставлю. Сверху. Просто вообще любые консервы. Какие вы хотите. Естественно, это, наверное. И подешевле есть, и разные магазины есть. Ну, вот, пожалуйста, консервы. Смотрите, по 200 грамм упаковки. Это вот, может, 170 грамм. Нет, 200 грамм. Рубль 19. У нас таких цен вообще нет. У нас все дорого. Все в масле. Тут нет сардины. Ну, и все. Не-не. В Германии намного все дешевле. Я вот серьезно говорю. Ну, есть вещи, которые вообще дешевые. Ну, по консервам, просто вообще капец. Дешево. И качественные. И очень классные соусы. Вот у этих вот вообще консервов шикарнейшие. Ну, и, соответственно, тут продуктов немеряное количество наших. Ой, сейчас покажу наших. Вот. Селедка. Килограмм 5,99. И вообще цены нормальные. Клеемлю. Ну-ка, по винам. Ну, видно, может быть, чуть-чуть подороже. Но это не еда, в конце концов. Без этого можно и обойтись. Время 7 часов. Он, мужик, уже фары на Mercedes обрубил. Темень вообще. Не посмотрите. Капец. Резко-резко наделал. Было солнце, жара. Вы видели, я там что-то снимал, да? И приходит оповещение. Какой-то там штормовый фигня. Ну, такие дела. Зато сейчас прям дышится. Прям дышится. Здорово. Ну, надеюсь, будет ночью спать тоже хорошо. Потому что у меня что-то уже прям надоело, блин, спать. То есть на плотном воде машине. Хотя у меня и вентилятор есть. Но все равно, знаете, это нагревается, это же крыша. И ничего вы хотите. Вот такая батарея. Когда это все не проветрится, невозможно лечь. Вот такие дела. Вот так я в Германии походил по городку. А городок-то оказался старый, с историей. Там где-то год 12-13 век. И это интересные городки. И вообще надо выезжать. Но только по националкам, не по плоткам. По плоткам ничего не видно. Именно по националкам. Выезжайте и спокойно путешествуйте. Все, друзья. Там, наверное, уже микрофон задуваете. Потому что микрофон только в камере. Все, на этом все. Два часа ночи. Два часа ночи. Испанские персики приехали в Германию. Это нормально. Третий час ночи. Еще не разгружают. Но тут беда постоянная. Говорят, допустим, к 2-м часам приезжайте. К 3-м часам. А можем здесь еще и час стоять. Видите? Ночи никого нет. С той стороны маленько там разгружаются. И все. Ну вот стоим, ждем. Должны когда-то все это дело разгрузить. Но здесь, считайте, этот вагон железнодорожный, по сути. И у Лидола, а это Лидоловская. Короче, это разгрузка-загрузка. Обычно сами всегда выгружают. Обычно. Но здесь нет. Ну, водители имеются в виду. Здесь нет. Здесь грузчики. Здесь ребята должны разгрузить. Но, видите, они не торопятся. Их немного. Ночь. Остальные спят. Ну, разгружают автомобили поочередно. То есть до нас еще, видимо, очередь не дошла. Твои идиоты. Уже едут минут 5. Желтый непропускание. Как будет. Все покрыто туманом белым. Все покрыто туманом серым. И склонилась над картой девчушка. Государственным заняты делом. Да и как же ей не склониться, Если б это апрельское утро. Вся надежда на выпускницу. Гидрометеоинститута. Ждут рассвета метеозводки Со своих катеров и лодок. Рыбаки из карантина, слободки И разведчики, и пилоты. Ждут матрос и весеннего лоба. Но не ждет на морях мутина. Так скажи им верное слово. Дай надежду им Валентина. Пошел выкидывать. Вон там побежали. Побежали. Дисутся двое. А я разговаривал вон там на Лавачке. Они вот тут вот сидели. Вот представляешь. Вот они где живут. Смотри. Здесь автострада. Прям реальная автострада. Здесь вот зона индустриальная. И они вот сюда выбегают. Вот тут едят. И у них вот в этой канаве сидят. То есть видимо там нор поналили. Сколько тут? Ну 2 метра шириной может быть. Вот эти вот кусты. Вон они вот. И вот они между автострадой и вот тут вот и живут. Капец, да? Бискайский залив. Вот оно море. Напротив моря прям едем. Какая красота вообще. Просто красоте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова